я вас приветствую друзья не знаю бы как приветствовал вас лан и я их языка не изучал но мы продолжаем играть за лизардменов и уж тем более не знаю чтоб сказал бы кругар вам на это ну что в принципе можно идти дальше гасить скалинов она нам нужно объединить вот эту вот провинцию и в принципе и вдоль берега вот тут на самом деле было бы очень знатника пройти проклятые джунгли захватив тем более к проклятым джунглям тут только вон гномы наверно смогли бы прыгнуть со скавинами тоже но скавинов здесь нету поэтому однозначно здесь нету скавина все все должно быть как говорится пучком говорят что вот этот герой очень-очень сильно именно особенно если порыв ветра ну он как маг до небесный но посмотрим неужели улучшили магию ветра для них давайте посмотрим здесь во первых скавинов засветим правда денежку надо будет на это тратить блин а еще 600 не я зажал шесть сотен я зажал вот говорю честно как есть я зажал шесть сотен так ладно давайте в принципе завершать ход теперь только на следующем ходу мы сможем быстро смотаться носить хотя знаете вот на север идти да опять же это как с высшими эльфами стекли сам мы можем эту провинцию а тут скавины чем-то восстание что ли у них джунгли стоит великая золотая башня в которой сокрыто множество драгоценных скрижали но ваши хладнокровные родичи в своем заблуждении ставшие служить иным господам не отдадут их просто так вам неизбежно придется нанести удар и начать войну еще и войну нас втягивают но зато денег дадут невидимая для глаз теплокровных геомантическая сеть связывает ваши самые священные города почтенный господин способствуйте ее разрастанию и сила сети бесспорно поможет восстановить в мире главенство холоднокровных никто не сомневается в этом блины денег на самом деле для найма тоже немного и и вот тут то могут быть стены сейчас у скавинов и они будут однозначно стены как говорится у скавинов тоже похожи так но вот этот парень он не особо сильный да или нет а нет у него территории большие и он может огрызнуться нам это вот здесь слабенькие и маленькие лизардмены так ну что на опять же мне кажется проклятые джунгли если сейчас начать восстанавливать денег нам не хватит ни на что хотя с другой стороны дадут 2000 но давайте рискнем на ускоренном идем на север скавины здесь не должны ничего сделать нам за это время и нажимаем конец хода да я знаю что тут герой ничего не делает тем более нет это не восстание но почему-то армию он нам спалил сейчас уже все давай пропускаем уведомления и конец хода герой пусть просто здесь стоит на месте и ничего не делает я в курсе и делаю это осознанно пусть пусть стоит были на тебе смены похоже решили разграбить мое поселение космическое развитие проследите чтобы вашем распоряжении было не менее одного из следующих построек священный и курат понятно обнаружена засада и вот здесь делим опять же идти назад пытаться спасти от козлоногих домик ну давайте рискнем пойдем сюда на пробел кстати он что-то не сильно ускоряется теперь имена персонажей можно принадлежность дипломатический статус отношения деньги общественный порядок рост климат типа благоприятный неблагоприятный до для нас скверно подсветить именно персонажей давайте именно персонажей подсветим герой не перемещался я в курсе можно единственное попытаться сейчас сделать диверсию господин к вам на службу поступил герой найдите ему достойное дело он может справиться с проблемами которые невозможно решить не деньгами так он провалил задание какое на службу поступил блин успешно выполните провалил задание просто и очень важно но надеюсь бисмены не обидится и просто будет дальше скавинов наказывать но у скавинов здесь стек либо появился либо это они желают перемен тем не менее обдумайте их предложение тщательно высокий давайте поговорим с ними и обсудим выплаты они готовы идти на переговоры и хотят нам сделать подарок согласен пусть бисмены воюют он со скавинами отлично их награда исследуйте технологию пять сотен еще получили в заброшенных руинах осталось немало скрижалей почтенный господин просит их найти они не должны попасть в лапы крысиных созданий ненавистных сотеку так технология исследована награда 5 поищите сокровища но в общем сокровищ надо искать здесь опять же в каждом из прохождения есть поселение рядышком прям в этой же провинции которая не захвачена никем и которая можно обыскать охота за сокровищами поехали так защитники этого павшего города явно готовились к долгой осаде его подземельях обнаружилось огромное оружейное содержимого которое хватило бы на целую армию но есть одна проблема она затоплена так оставить броню забрать что сможете унести и бросить остальное попытаться осушить оружейную забрать доспехи блин мне кажется если попытаться осушить оружейную может кончиться это плохо логичнее сделать вот так вот доспехи оказались слишком тяжелыми чтобы достать их из-под воды без специального оборудования однако во время их изучения вашим спутникам подвернулась другая любопытная находка редкий шлем спас бросок защита и доспех ну надеюсь он автоматически применился товарищ да все как положено так исследование идем дальше блин сынки исключительно их качаем по всей видимости хотя их у меня в армии нету нет и нету строительство в крупных поселениях невозможно шанс успеха действий экономику поднять бы надо но защита тоже важно качаем защиту главном поселении пока строить вот это не будем хотя получается сражаемся бомжами вот просто как есть сражаемся бомжами и и нету стрелков совсем мой лорд вам не следует сражаться с врагами в одиночку среди чужеземцев есть те кто симпатизирует вашему народу договор о ненападении позволит вам укрепить взаимное доверие и заложить основы для торговли или военного союза так лесные эльфы кстати говоря они же тоже здесь есть лучники чую что опять как и с остальными прохождениями они не захотят заключать договора не нападение вот нет эти приняли все оказалось интереснее проще получили деньги скрижали в общем все хорошо колонизируем получаем 2000 провинция тер полностью наша но тер бабло нужно суда вкачивать так издать эдикт их какой ты синяя синяя жаба сила геомантической сети 2 общественный порядок рост скорость исследования число способности ухты армии это он сможет использовать их в любом случае или только когда прокачанная 2 стена стоимость найма дисциплина опыт для всех новобранцев местной армии давайте пока прокачаем рост тут очень такая хорошая фишка что и рост и доход увеличивается все сразу мы еще вампиров встретили давайте дипломатию откроем поговорим не у так привычный если честно так блин с ними у нас ухудшают соотношения скромные амбиции и мы можем заключить с ними торговый договор но нам нужны их земли и к сожалению по всей видимости без войны нам не обойтись если мы хотим успею успеть или вообще хоть как-то догнать наших оппонентов в гонке так торговый прогноз может вы захотите с вами я не собираюсь нет не хотят они даже договора не нападение не хотят заключать а что говорить о торговом договоре с гномами к сожалению мы не можем торговать и больше ни с кем клан морс еще но клан морс блин еще тот торговый союзник я скажу все конец хода больше а кстати здесь нету стен золотой башни стен то здесь нету кто-то объявил мне войну а по всей видимости опять бисмены найденные скрижали открыли путь к великому прозрению но почтенному господину маздамунди этого мало он собирается провести ритуал в поисках мудрости древних тогда вот они они опять эти козлоногие объявили мне войну теперь доведите количество 350 мы опять же стандартненько все вперед неудобно что ты заход не добираешься до этого поселения блин а здесь нужны оружейники тоже это не айс золотая башня это не главное поселение я что думал что это я даже не посмотрел на название что там нету зубцов и что в принципе можно было пужеп захватить и это было бы на самом деле правильней как мы сделали это с высшими эльфами захватили поселение лизардменов просто так вот хоп и в дамках не стали идти и там тратить деньги на не столь нужные здания так ну тебя потянем сюда на всякий случай 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 бывает разный доступно улучшение поселения до так здесь однозначно строить надо что-то на доход стоимость найма хамелеонов блин все войска содержание уменьшить это интересно ранг новых героев неплохое здание на самом деле обладающие уникальной особенностью уникальным ресурсом уникальной постройкой но мне кажется лучше вот рабочий квартал и кстати его я не видел чтобы можно было строить вот здесь рабочий этот квартал нет можно трущобы спинков с цинков можно но однозначно значит строим здесь на доход качать качать блин качать или не качать 1600 тоже давайте ладно львиную долю денег отдаем за это но оно того должно стоить все конец хода ждем смотрим и надеемся на лучшее кстати здесь по всей видимости тоже у эльфов есть великий дуб ну что-то вроде великого дуба понятно тут он не настолько здоровый и крупные кстати вот лично я по лору не припомню чтобы господин местные жители крайне недовольны скоро они возьмутся за оружие да это ерунда магия для несущих смерть таинственные маги жрецы придумали ритуал способный повисить повысить эффективность оружия завров однако ничто не дается даром для поддержания этого ритуала предлагается использовать энергию геомантической сети что может поставить под угрозу весь великий план вы готовы пойти на этом потратить энергию сила ветров магии минус но сила оружие блин да конечно у меня сейчас магия вообще не нужно задание получено доведите доход наконец у ее до 5000 но зато я получу выводка какого-то кого-то но скорее всего с цинка так древний по имени скат ли является покровителем силы его власть распространяется не только на физическую но и на экономическую мощь буря над золотыми копьями верный знак того что этот бог повелевает своим слугам копить богатство как только людоящеры соберут достаточно золота им будет дарована священная кладка и 15 ходов блин надо вы чё звери то зверское задание если не провалю все точнее провалю все я не получу этих цинков никогда вот мы кстати выводки появилась но не активно а ну-ка бисмены а вы да что ж вы с этими-то начинаете переговоры просто мне окно дипломатии открой они перестали воевать кстати с бисмены со скавинами все как говорится как положено и союз против нас не просто так был так на следующем ходу я наверно найму парочку еще отрядов хотя парочку мне не хватит денег понять так герой не перемещался герой вот он давайте его отправим в армию он разведкой будет заниматься да и если что чуть поколдует и это тем более засчитывается за успешное действие да ради бога мы только счастливы и мы счастливы блин а доход до 5000 увеличить сейчас за 15 ходов до пяти сомневаюсь объявили войну опять скавины со зверьками ухты ёжики лохматые тут скавины идут по мою душу по всей видимости хотя нет они идут на золотую башню может даже не придется объявлять войну сородичам сейчас посмотрим как карты ляжут вот именно они должны лежать так технологии исследована новая особенность кстати что-то постоянно это особенность во всех прохождениях дается и нету других вариантов так здание здесь готово у нас доход до 400 увеличился наверное нанимать пока никого не будем шанс успеха действий героев ранение кража так наверное давайте его вкачаем как мага пусть качается с пользой для дела использует для тела стоим ждем наймем наверно и еще одного товарища и ждем когда скавины нападут на золотую башню либо на нас на одно из двух действий они должны сейчас сделать как мне кажется и по-другому быть не может да конечно же он нападает на нас и он отправляет вторую армию и он двумя стеками нападет нет второй стек не дотягивается хотя не дотягивается подкрепление но при этом говорят что у нас все равно преимущество мы должны выиграть но раз говорят что мы должны выиграть но давайте сыграем битву не так часто сейчас это выпадает нам поэтому в этом прохождении надо сражаться доблестно яростно и грызть зубами хотя блин скавины тоже могут грызть зубами да и царапаться когтями блин вот почему когда я нападал скавинами на высших эльфов в первой части прохождения первой серии у них там была такая очень удобная позиция для защиты у них были переправы можно сказать мне же дали обычный городишко да на фоне он вроде бы мы город защищаем вышли нельзя как время втором устраивать городские битвы но хотя бы так так играть не будем ветромаги и так достаточно хорошие вперед предлагаю выпустить наших бойцов из гарнизона у них тем более монстров нету так ты сюда и сюда единственное наверно вот вас лучше все таки поставить вот здесь так по центру если что попытаемся пробиться вот мне кажется по центру можно будет прям прорваться хорошо так на фланге размещаем уже регулярные войска и копейщиков для подстраховки сатекс давай пойдешь слева идешь сюда противник получил подкрепление будьте бдительный командир так расставляем бомбы бомбы пока нам не нужны хотя нет крупные цели есть поэтому копейщиков здесь выводим вперед режим перестрелки отменяем у него здесь к сожалению копейщиков много вперед а бомбочку давайте-ка вот сюда сбросим ай я тупанул она сбрасывается при нажатии бегущие ночью давим их подкрепление идет долго поэтому особенно не царапимся вперед так здесь герой надо вынести герой 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 да что-то эти долго расстреливают Погонять чертей. Как-то скавины долго держатся, на мой взгляд. Пора пускать тяжелую артиллерию в бой. Пора пускать тяжелую артиллерию в бой. Сейчас даже бросать их как бы опасно так. Еще куда-нибудь убегут. Да, воспользуемся обязательно. Просто огромная толпа рабов и клановых трес. Даже чуть подлагивает, даже крупные планы сейчас вообще не вариант. КОНЕЦ Скавины, скавины. Единственное, тут по всей видимости стрелки сейчас только скавинов. Еще хоть что-то делают? Стрелки? Продолжение следует. Эх, динозаврик, где мой? Что ж ты там бегаешь так медленно? Количество врагов уменьшилось, поэтому давай. Набирай. Темп можно даже крупным планом на тебя посмотреть. Эх, даже все как-то банально. Просто орда... Не, не знаю, вот как-то против скавинов. Да, их огромная орда. В принципе, они так и сражаются. Просто огроменная толпища. Просто выходят из стенка на стенку. Но вот это вот... Против лизардменов им не устоять. Вот реально против скавинов на начальных этапах можно просто стоять в лобовую. Я-то думал, сейчас их надо будет завязать. Когда все бойцы будут завязаны, мы в центре попытаемся пробиться. Через центр прокинем застрельщиков. Поэтому я застрельщиков из центра не выводил сначала. И они окажутся просто в тылу и начнут расстреливать слева, справа, сбоку. Всех и вся. Ну, даже это не понадобилось. Даже я не вводил, в принципе... своих монстров на начальных этапах битвы. И тем не менее, сражение просто легко и непринужденно выигрывалось. Вот и вся сказка. В общем, тут против скавинов сейчас даже придумывать ничего не надо было. Абсолютно ничего. Просто надо было бросать сразу монстров. Хотя там копейщики были. Надо было их, наверное, с фланга заводить просто и все. Делать стандартно. Как всегда, я монстров ставлю по краям. И с краев мы их просто размазываем тонким слоем. Так, деньги. Опыт. Давайте восполним потери. Съедим этих скавинов с потрохами. Доступен обряд. Мы сможем вызывать, если сделаем его диких ящеров. Так, знаки ясны. Вечная война вновь обратила свой взор в сторону люстрии. Старые враги обрели могущество и угрожают уничтожить все, что было достигнуто в исполнении великого плана. Этого нельзя допустить. Что вы предпочтете? Увеличить численность армий или призвать героя, убивающего врагов тихо и незаметно? Так. Минус 50 для завров. Нанят герой. Давайте, наверное, вывести завров. Мне сейчас деньги очень сильно нужны. И, тем не менее, нужны войска. Кстати, говорит, что типа фулл стэк, несмотря на то, что у него все войска покоцаны. Давайте добьем его. Он на ускоре нам, тем более, можно здесь сейчас автобой использовать. Еще и все потери восполнить за счет него. И, наверное, построим дальше что-нибудь на деньги. Тем более, технологии начнутся. Технологии тоже нам нужны. Доход от всех построек 5%. Скорость восполнения потерь. Этот мы уже построили. И здесь можно, в принципе, на сцинков что-нибудь. На самом-то деле. Дротики. Либо, наверное, все-таки на экономику. Давайте экономику будем развивать. Доход в 5 тысяч просто так не валяется на дороге. Шанс на успешную засаду. 6%. Не, давайте. Вообще ни во что поставим найм бойцов. На всякий случай, рядом с городом будем стоять. Вдруг решит этот скавин подлый что-нибудь нам сделать. Порыв ветра. Обязательно качаем. Посмотрим, как он работает здесь и сейчас. И начинаем нанимать. Да, смотрите, вообще копеечные теперь отряды. Стоили 700, теперь стоит 200. Правда, весь доход я профукаю сейчас. за счет этого. Но пойдем в лобовую просто давить милишниками. Вообще ни одного стрелка в армии нету. Нету. Нет, отступили скавины. Скавины отступают. То, что у скавинов есть стены, это, конечно, интересно. Но будет интересно посмотреть, как они реализованы. Опасная находка. Ваши трудолюбивые сцинки нашли месторождение давно потерянной руды, которую, возможно, принесли в мир сами древние. Лучшие оружейники тут же изготовили из нее превосходные наконечники для стрел и дротиков. Но вскоре случилась беда. Некоторых завров, получивших новое оружие, поразила страшная болезнь. Похоже, эта руда опасна. Более того, ее месторождение может оказаться ловушкой, подготовленной врагами великого плана. Вы продолжите использовать его? Принять дар? Сквер на скавинов плюс один все провинции, боеприпасы и урон от выстрелов? Нет, на самом деле у меня стрелков сейчас нету. Поэтому особого смысла не вижу. Звериное царство. Лучники Ореона. Давайте сейчас дипломатией, наверное, еще немножко займемся. Посмотрим. Может, с кем-нибудь есть вариант договориться. Нет, ни о чем с тобой поговорить не можем. Блин, еще и с эльфами почему-то у нас ухудшаются отношения. Мы делали им дары. И они пасили шестые при этом. Не хухры-мухры. Ладно, давайте объявляем войну и забираем вот это поселение. Или сделаем это уже в следующей серии. Да? Наверное, на сегодня все. Такая вот масштабная битва, но, на мой взгляд, была она немножко такая скучноватая. Все-таки скавины, они такие мясные ребята. На этом на сегодня все. Ждем следующей серии, которая будет уже скоро. До следующего видео. Всем добра.